Пока молился, забыл. Есть несколько покровителей святых у актеров. Есть святой мучник Синезий Римский, который изображал на сцене перед императором и его приближенными сцены крещения, конечно, коверкая их и изображая нечто смешное и безобразное. И уверовал посреди самого действия, как это часто бывает, человек играющий, скажем там, Ричарда Третьего вдруг перестает понимать, что он просто Иван Иванович, он вдруг начинает чувствовать себя Ричардом Третьим. И потом ему долго надо выйти из этой роли, потом он домой приходит Ричардом Третьим и жена ему говорит, да перестань, ты не Ричард, ты просто Иван Иванович, успокойся, вынеси мусор. А ему очень трудно вынести мусор, потому что Ричард Третий. Ну это как бы ваша проблема, вы это знаете без меня. И он как бы вошел в роль, как бы, и вдруг понял, что христиане не дурака валяют, что смеяться нечего. И он, когда изображал над собой там что-то, как бы он понял, что это все правильно. И он прямо сидящим в зале, в зале сидели там большие люди, он говорит, они правы, вы не правы. И он начал проповедовать его убили. И такой же был мученик Порфирий Эфесский. Значит он тоже, он изображал крещение, он сам себя крестил, ему поставили бочку такую, он там окунался и корчил рожи. Ну как типа, скажем, Лиды Фюнес, например. Говорит, крещается раб Божий Порфирий, во имя Отца аминь, там все, ха-ха-ха-ха, и сына аминь, ха-ха-ха-ха, и святого Духа аминь, ха-ха-ха-ха. И он вылазит с воды, и он вдруг чувствует, что он крестился, и что Христос Господь, и все правильно. И он говорит, вообще ха-ха здесь ни при чем, как бы, значит, вы вообще не понимаете, о чем дело, как бы, и христиане правы, и Христос Господь, его тут же убили тоже. Вот было два таких, как минимум два комика римской эпохи. Мы не часто ходим сюда, к вам, ну скажем, за кулисы, как бы там с молебнами, хотя я думаю, что мы являемся тайными друзьями. Я не знаю, зачем вы занимаетесь своим делом, потому что и среди священства, и среди актерства, и режиссерства есть разные люди. Кто-то хочет просто прославить имя свое, кто-то хочет просто, как бы, ну, деньжат по-легкому срубить, ну, как бы, без мозолей, ну, как бы, ну, там, на бла-бла, как бы, проехать. А кто-то хочет понять что-то в жизни серьезное, да, и потом, как бы, загореться этим, и дать понять другим, что я понял что-то, как бы, и вот, как бы, уже нельзя жить по-прежнему. Ну, в общем, такие серьезные вещи, которые не приветствуются, по большому счету, как бы, за кулисами, потому что люди просто живут и просто работают, но любая работа имеет высших специалистов, как бы, вот эти вот творцы настоящие, они, они вообще труднее всех живут, они что-то понимают, и потом начинают это все толкать в зал, и их начинают не любить за кулисами свои собственные, там-то их любят, а здесь нет, как бы, здесь такая вещь. Либо тебя здесь любят, там, не знаю, кто-то такой, либо тебя там любят, но здесь начинают, как бы, там, подозревать тебя в чем-то. У нас же люди, как говорят, там, храм науки, да, университет, мы в храме науки, мы же научились, как бы, слово храм лепить, вообще, ко всему подряд. Вот здесь, говорит, мы в храме искусство, вот, но за кулисами этого храма, тут непонятно, что такое, несоответствующие храмы бывает такое, да, я вам, я вам желаю, чтобы у вас были благородные души, чтобы вас не трогала, значит, чужая слава, чтобы вы были далеки от зависти, потому что легче всего согрешить человеку, занимающимся чем-то таким серьезным, таким вот, требующим внимания публике, ну, завистью согрешить, ну, это очень понятная вещь, поэтому я просил, просил бы вас, просил бы Бога, чтобы вы имели благородные души, чтобы вы не завидовали никому, почему дали ей эту роль, там, почему не мне, почему ей, там, почему ему, почему не мне. Слушайте, если это будет, то вы будете в аду жить. Одной только завистью можно весь мир разрушить. Любого греха хватает, чтобы весь мир разрушить. Одного блуда хватает, чтобы весь мир разрушить. Одной зависти хватает, чтобы весь мир разрушить. Одного только, там, скажем, сребролюбия хватает, чтобы весь мир разрушить. А эти грехи все вместе. Как же миру стоять до сих пор? Только благодатью Божией. Поэтому я хотел бы, чтобы вы имели благородные души. Потом имейте в виду, что вы гуманитарии. То есть я могу себе представить слесаря, который не читал Евангелие, но режиссера, который не читал Евангелие, я себе не могу представить. И хорошего актера, который каждый раз с книжками, книжки, книжки такие, книжки в январе, книги такие, вот тебе Вампилава, вот тебе Шекспир, вот тебе какой-нибудь советский автор «Фадеев» , но нельзя не читать Евангелие человеку, который работает на сцене, нельзя. В принципе, вы должны быть просвещенными в плане этого отношения людьми, ну, больше, чем другие. Потому что если я приезжаю на шиномонтаж, менять шины, я не имею права требовать от шиномонтажника знания Евангелия. Но если я прихожу за кулисы, в принципе, я могу требовать от вас знания текста, потому что вы так или иначе связаны с божественными смыслами. Смотрите, Ромео и Джульетта. Это очень простая вещь. Безумно враждующие два клана мирятся над холодными трупами своих ни в чем неповинных детей. То есть невинная жертва примеряет двух идиотов, которые враждовали непонятно зачем. То есть какая здесь идея? Невинная жертва прощает грешников. Очень просто, совершенно библейская тема. Почему Шекспира там вливает яд в ухо, значит, брату брат, значит, во время сна, в ухо, ну не в рот там, не в нос, в ухо. Ну почему в ухо, ну слушайте. Да потому что дьявол Еву соблазнил через уши. И грех попадает в человека через уши. То есть ложь, лесть, заходит в уши, потом через уши в сердце, и отравился человек. И Шекспир пользуется таким простым библейским термином. Яд, залитый в уши. Если мы этого не читаем, то мы вообще не читаем Шекспира. Мы вообще не понимаем, о чем он написал. Или берем там, скажем там, над пропастью воржи. Ну что он делает? Высокая трава, маленькие дети играют там, бегают. А он выше их, он видит детей, видит траву, и не дает им в пропасть упасть. Он их ловит над пропастью воржи. То есть они же не видят пропасти. И мы же не видим пропасти. Это Христос. Он видит все, а мы не видим ничего. Мы бегаем за мячиком, как бы. А там пропасть, а мы ее не видим, как бы. А он ловит нас над пропастью буквально. Над пропастью ловит нас. Catcher in the rain. Это Христос. И этими смыслами засеменена вся христианская культура. То есть о Христе не нужно говорить прямо, по крайней мере в театре. В церкви да, а в театре нет. Но если это все обыгрывать вот именно вот так вот, вот мы были мертвы и вдруг ожили, и мы почему-то там истосковались, и сердце наше исчахло в нас, но потом там ветер подул, и мы заживем, заживем. Мы едем в Москву, и там будет небо в Ламазах. Короче, вот эта вся такая скрытая евангельская проповедь, это в принципе ваша работа. Мы, священники, должны ее расшифровывать. Вы должны работать, а мы должны расшифровывать, чтобы потом им объяснять, что они видели. Вы должны знать, что вы делаете. Мы должны понимать, что вы делаете глубже, чем вы, а потом им объяснять, что вы сделали. Вот такая интересная штука. Как, например, тот же это самый, ревизор Гоголевский, это же про антихриста, Хлистаков, пришел в город Энн случайно, без денег, за душой, и он смешон и даже ничтожен, но все испугались, что он как бы, ну как тараканища у Чуковского. Все животные испугались тараканища. Почему они его испугались? Потому что они всем сдаимцы, воры, прелюбодеи и крохоборы. Их собственные грехи заставили их испугаться и признать за этим ничтожеством, что он якобы великий человек. Вот так же и антихрист воцарится. Из-за наших грехов, не из-за чего-нибудь другого. Потому что если мы будем все блудники, завистники, значит, такие там изменщики, там всякие такие воры, там всякие клеветники, и потом любой таракан залезет наверх и скажет там, тихо, и все, ой, 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 какой он страшный, какой он большой. Он большой не потому, что он большой, потому что мы маленькие. Это евангельские смыслы, рассеянные по всей русской литературе, по всей европейской литературе, по всей вообще этой драматургии, там со всем вашим Ипсоном, там со всем вашим, как его там, который синяя птица, как его, Митерлинком. Да, с Моррисом, Митерлинком, значит, со всеми ими. Там кругом Евангелие. Если вы это поймете, то я вас уверяю, можно надеяться, что потом это кто-то почувствует вот там, в зале. И люди будут ходить в зал, значит, в зал зрительский, не для того, чтобы поднять свой статус. Типа там, ну я в театр ходил. Я вообще не знаю, зачем люди в театр ходят. Ну типа там, потом сказать там, я в театре был вообще. Не смейте на меня орать, я в театре был вчера. Ну как бы так, да? Наверное, так тоже. То есть, а зачем? Кто-то из драматургов сказал, кто написал это самое? Кто написал Носорогов? Ионеску, Ионеску. Кажется, он. Может, не он, неважно. Кто-то сказал, типа, значит, что, когда я смотрю на сцену, сначала ничего не понимаю. Кто, кому, кто, там, кто дядюшка, кто тетушка, кто там племянница, кто приехал, там, кто... Вообще ничего не понятно. Потом начинаю понимать, кто они. И вникаю уже в происходящее здесь. Кто там, кого обидел, кто кого любит, кто кого не любит. А потом я вдруг возвращаюсь к себе. И на третьем этапе я думаю только о себе, потому что театр должен разбудить во мне что-то такое мое. Я начинаю понимать... А, это про меня. А вот здесь ясно. То есть вот, в принципе, это все про них, ну, про нас, про тех, которые там сидят. Потому что, когда шекспировские пьесы ставили в глобусе, то констебли ходили и искали там убийц. Любая драма Шекспира, которая проходила с убийствами, заставляла настоящих убийц в зале вскакивать, бить себя в грудь. Говорит, я тоже убил, я каюсь, я тоже убил. Они когда видели вот это на сцене все там, тут это режет там куда-то. Они прям плакали там и начинали там рыдать там. И я тоже убийца, простите меня. И тут же их сразу цап-царап как бы. То есть театр может вытащить из человека все старые страсти. Он может обнажить человека вообще полностью. Конечно, это театр христианский. Есть театр языческий, есть театр христианский. В общем, не знаю, чем будете здесь заниматься. Но, значит, здесь за кулисами, по сути, за условными кулисами, как бы молебен был ослужен, мы все окропились святой водой. И в принципе, конечно, если мы будем думать о Господе и о бессмертной душе и о смысле жизни, то мы можем на каждом месте своей работы сделать что-нибудь очень важное. Это может сделать каждый дворник, это может сделать каждый диспетчер там в метро, сидящий в этой будке своей там внизу, когда мы спускаемся по ленте. Тем более это может каждый режиссер, актер, там диктор телевидения, там, не знаю, писатель, конечно, там кто-то еще, кто-то еще. То есть вы можете, вы можете. Вас за это будут бить, кстати. Потому что люди не любят тех, которые могут. И те, которые делают то, что могут, их бьют еще в два раза сильнее. Но это уже крест творческого человека. Если я могу и я делаю, то меня бьют за то, что я могу и за то, что делаю. Но это крест творческого человека. Я желаю вам, друзья мои, чтобы у вас в семьях было все спокойно. Мы забыли про семью совсем, потому что как можно играть, например, на сцене какого-то счастливого человека, если у тебя в семье бардак. Значит, чтобы все здесь сделать как положено, нужно, чтобы в семье было хорошо. Поэтому примите благословение Господне именем Христовым, чтобы у вас в семье было хорошо. Не будет хорошо в семье, мы ничего не сможем сделать. Ну а уже потом, чтобы вы здесь делали то, что нужно. А делаете вы это не ради заслуг и ради всяких там медалек этих всех. Они все ничего не стоят. Ради того, чтобы там человек заплакал. Чтобы проснулась душа. И в этом смысле мы с вами сотоварищи, сотрудники. Желаю вам вступить в сезон с Божьим благословением. Как там будет дальше, мы не понимаем. Эти ограничения всякие там, они никому не нравятся. Но это такая наша такая странная новость. Ну дай Бог, чтобы у вас прошел сезон хорошо. Работайте, учитесь, трудитесь, зарабатывайте аплодисменты. Не завидуйте тем, кто лучше вас. Имейте мир в семье. Бойтесь Бога. И старайтесь на сцене трудиться Богу тоже. На сцене тоже можно трудиться Богу. Я в это верю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok